95 лет назад 12 июня 1929 года на свет появились две девочки с удивительно сходной судьбой одна из которых приобрела посмертную славу как символ всех детей можно сказать погибших во время холокоста ставших его жертвами это анна франк имя которой я думаю всем известно на детали ее биографии не вредно было бы вспомнить а вторая девочка это рудка ласкер она родилась в один день в один год с анной франк это же вела дневник тоже стала жертвой холокоста она конечно приобрела гораздо меньшую славу более того ее подвиг стал известен всего около 15 лет назад вернее не подвиг но можно сказать ее биография трагическая тем не менее ее дневник тоже заслуживает внимания и вот эти мистические практически параллели между двумя судьбами особенно наталкивает на размышления сначала поговорим об анне франк она родилась в германии во франкфурте на майне в обеспеченной ассимилированной еврейской семье ее отец был предпринимателем коммерсантом семья была как я уже сказал такая либеральная ассимилированная там родилась у них сначала старшая дочь марго в двадцать шестом году в двадцать девятом году родилась анна понятно что после прихода к власти нацистов в тридцать третьем году нормальная жизнь для этой семьи окончилась и отец семейства отто франк переехал в голландию и в голландии он открыл создал можно сказать новое дело открыл фирму по производству пектина пектин это пищевой такой препарат типа желатина только растительного происхождения который используется для приготовления там джемов разного повидла и тому подобных продуктов и вот эту фирму он создал под названием опекта от слова пектин когда он более-менее утряс свое материальное положение в тридцать пятом году к нему переехала его семья из германии и жизнь еще на несколько лет этой семьи протекала в спокойных условиях для родителей родным языком был естественно немецкий а она которая там в пяти шестилетнем возрасте переехала в голландию считала училась в голландской школе для нее родным языком был нидерландский она и дневник тоже вела на голландском языке но понятно что началась вторая мировая война в сороковом году нидерланды были захвачены вместе с бельгией и люксембургом и францией там течение нескольких недель летом поздней весной ранним летом сорокового года сразу же для евреев были введены ограничения анна франк из обычной школы выручена была перейти в специальную еврейскую школу постепенно репрессии против еврейского населения ужесточались и в сорок втором году мы знаем да что в январе 42 года верхушка нацистского рейха провела ванзейскую конференцию на которой было решено уничтожить еврейское население во всех подконтрольных нацистов странам и началась поэтапная высылка еврейского населения голландии в голландии проживало около 150 тысяч евреев составлял примерно один процент населения страны там еврейская община существовала со средних веков начиная с сефардов которые бежали там из испании португалии обосновались в нидерландах которые были колонией владением испании боролись за независимость принимали евреев и потом появились и ашкенадские евреи сначала это были выходцы из польши великого княжества литовскую бежавший от погромов богдана хмельницкого потом там немецкие евреи разных волн ну преимущественно это уже ашкенадское было сообщество носит его около 150 тысяч и весной летом 42 года началось его поэтапное уничтожение семья франк озаботилась тем что чтобы найти свое убежище и в доме в здании где располагался офис вот этой фирмы объекта там второй этаж делился на офисное помещение и нежилое которое никак не использовалось его можно было замаскировать что его вообще нет там поставили у входа шкаф такой мощный и фактически просторное помещение из трех этажей со 2 по 4 было приспособлено для проживания восьми человек то есть семья самого франка его жена и двое детей еще семья ван пельс тоже беженцы еврейские из германии города оснабрюк и еще один человек там не молодой тоже еврей одинокий тоже беженец из германии вот эти 8 человек там перешли в это убежище и и после того как старшей дочери марго пришло пришла повестка из гестапо чтобы она явилась в этот самый вестербург и с июня с июля 42 года они там находились два года проходило это убежище это действовало анна вела дневник все это время и дневник ее стал интересен не только с точки зрения того что вот были зафиксированы какие-то так сказать окружающие ее события то есть фиксировалась хроника текущих событий но и тем что она высказывала многие незаурядные для своего возраста мысли о сущности нацизма фасизма о евреях своей так сказать переходе из статуса ребенка в статус девушки о первых влюбленностях тоже все это сопровождалось мыслями очень интересными которые остаются актуальными пожалуй и по сегодняшний день именно это стало важной составной составным фактором успеха последующего дневника как книги до чтения но два года продолжалось это убежище потом она была раскрыта несколько раз предпринимались голландской полиции после войны попытки определить виновника предателя который вот совершил донос и раскрыл это убежище там был круг из нескольких подозреваемых в числе которых был бухгалтер работавший на фабрике вот этой опекта на предприятии еще подозреваемым был полицейский который объезжал регулярно этот квартал на велосипеде уборщица работавший в помещении который слышал вроде как какие-то голоса там за потайной стенкой еще подозревалась еврейка работавшие на нацистов которые ее звали ан ван дейк ей оставили есть хранили жизнь и в обмен на то что она занималась под видом представителя сопротивления поисками и выдачи скрывавшихся евреев и не исключено что она вышла на след семьи в этот франк и скрывавшиеся с ними семьи в анпирсе выдала их но окончательного слова так и не было сказано не было установлены кто это собственно говоря сделал и остается только суразные спекулятивные гадания на этой почве а точного человека и установить не удалось кто бы это совершил значит семья франк и семья ван пельс была отправлена в освенцам последним транспортом который увозил голландских евреев в освенцами в освенцами они значит находились на тяжелых работах сортировали там одежду других узников занимались другими вещами мать вскоре умерла семейство к декабрю сорок четвертого года к освенцам уже приблизились советские войска и заключенных перевели в лагерь берген-бейлзен на территории современной земли нижняя саксония там среди заключенных башевала эпидемия тифа от которой в феврале или начале марта там по разным сведениям 45 года обе сестры умерли единственным человеком выжившим из всего вот этого 8 8 из этих восьми людей которые скрывались в убежище был отто франк отец семейства которому отдали дневник который прятали так и остался в этой в этом доме убежище который посвятил свою последующую жизнь а он прожил долгую жизнь и умер в восьмидесятом году он ее посвятил вот популяризации дневника который был в школе приведен на английский потом на другие языки он был приведен и на русский язык 50-е годы лучший переводчицей иностранной литературы того времени рита и райд ковалева и по нему делались многочисленные фильмы и сценировки радиоспектакли в том числе и на русском языке хотя еврейская тема вроде как была при советской власти полузапретной и анна франк сейчас и дом анны франк в амстердаме является просветителем и научным центром изучения холокоста и анна франк это действительно символ того полутора миллиона детей ставших жертвами холокоста во всей европе а вот родившиеся с ней в один год и в один день рудка ласкер родившиеся в кракове гораздо менее известны но судьба и я пожалуй хотя она во многом схожая естественный конец был один но во многом тоже очень интересна судьба посмертно ее дневника она родилась в кракове после начала войны к семья переехала в город бензин небольшой город в нижнеселеском воеводстве это от кракова чуть западнее вот и собственно юг польши центральной части южного района польши и там их заключили в гетто в маленьких городках в некоторых долго не было депортации до 42 года там они находились в гетто евреи вот в том числе в бензине страдали от голода от всяких лишений но более менее основная масса евреев еще сохранялась но летом 42 года начались депортации и была депортированная семья ласкер состоявший из отца-матери маленького мальчика сына там ему было лет пять и рудки родившиеся в двадцать девятом году ей было 14 лет кстати они когда в этом самом бензине был выделен гетто то христианские семьи были выселены которые оказались жили раньше на территории гетто и вот семья ласкер оказалась в доме принадлежавшим польской семье и первое время эти поляки могли приходить в этот свой бывший дом они общались и рудка подружилась с девочкой вот хозяев дочерью и когда их уже должны были депортировать она свой дневник передала этой дочери хозяев и его там спрятали где-то там под лестницей тоже в таком тайном месте а и эту семью депортировали и в декабре сорок третьего года руд классы рудка это самое тоже совсем обессилела заболела дистрофии не могла больше выполнять свою работу и была отправлена в газовую камеру а дневник там на протяжении многих десятилетий хранился вот у этой польской знакомый отец тоже еще одно мистическое совпадение отец рудки какие отто франк тоже пережил войну после войны он уехал в израиль и создал там новую семью него родилась еще одна дочь по имени захава она стала химиком и сделал научную карьеру в институте ведьмана в реховоте и когда еще она была ребенком захава увидела там в документах своего отца альбом с фотографиями в том числе фотографии красивой девочки и мальчика там маленького девочка была удивительно нее похоже и она спросила кто это и отец ей рассказал защиту свою предыдущую семью что ее очень потрясло потом впоследствии у у нее у захавы родилась своя дочь которую она называла руки тоже в честь своей вот покойной сестры единокровной а в 2006 году выходец из этого города бензина тоже глава землячества бензинцев в израиле связался с захавы сказал что найден дневник в польше и была проведена научная экспертиза он был признан подлинным и тоже стал популяризоваться был снят документальный фильм на эту тему вот этот фильм смотрел и рудка ласкер как и ее ровеслица анна франк вошла в сон людей которые зафиксировали документально катастрофу европейского еврейства и сейчас после когда мы недавно отмечали день спасения и освободили 26 яра свидетельства этих людей особенно актуальны цены и полезны поскольку живых свидетелей войны второй мировой войны и катастрофы европейского еврейства остается все меньше и подобные свидетельства живые не только анны франк но и других авторов дневников приобретают особую ценность как ценнейшие документальные свидетельства своей эпохи своей самой ужасной эпохи в истории